Всем привет! Разумеется, решение, которое принял лондонский суд в этот понедельник относительно дела Джонни, получило огромный резонанс, и вот к нам начинают прилетать первые реакции на него, не только от общественности, но и со стороны команды Джонни, авторитетных британских юристов и других, непосредственно вовлеченных в процесс людей. Из чего напрашивается сам собой вывод, что тот вердикт, что принял судья Эндрю Никол, как мы и думали, был не столько применим к отдельно взятому делу, сколько политическим и обусловленным настроениями и тенденциями, в том числе и в британском обществе, жестом. То есть на суд открыто влияли и сегодня вы узнаете как. В любом случае Депп сдаваться не намеренно, его команда уже готовит апелляцию, тогда как для самой Эмбера решение может оказаться далеко не таким сладким, как многие думают. В общем, по вашим многочисленным просьбам, самые свежие обновления по делу десятилетия, а также анализ того, что случилось. Смотрите до конца, а кто согласен с тем, что принятое решение не было прозрачным и честным, прямо сейчас поставьте лайк, ну и напишите, что думаете на данный счет. Да, ну а я, как и ранее, призываю подписываться на наш канал, потому что ситуация постоянно меняется и так вы точно не пропустите самые интересные детали, теперь же к делу. Итак, о том, что Джонни проиграл свое дело против таблоида Сан, уверен, все вы уже прекрасно знаете. Судья Эндрю Никол подтвердил 12 из 14 вменяемых актера эпизодов, то есть другими словами своим решением признал, что практически везде якобы Эмбер говорила правду. После чего ее юристы начали пугать новыми уликами, которые они представят уже во время американских слушаний, запланированных на следующую весну. И вот, наконец, мы получили первую реакцию непосредственно представителей Джонни. Сам актер пока что продолжает хранить молчание, но вот что заявляют его адвокаты. Юристы Деппа назвали данное решение столь же исковерканным, сколь и непонятным, и подтвердили, что попытается обжаловать это дело. Далее позвольте мне процитировать вам небольшой фрагмент их реакции. Более всего беспокоит то, что судья полагается на показания мисс Хёрд и соответствующе игнорирует множество контрдоказательств со стороны полицейских, практикующих врачей, ее собственного бывшего помощника, других неоспоримых свидетелей и множество документальных свидетельств, которые полностью опровергают заявителя по пунктам. Все это было упущено из виду. Что же, как минимум отчасти сложно не согласиться с такой позицией, ведь на самом деле создается впечатление, что судья воспринимал все, что говорит Хёрд чуть ли не как истину в последней инстанции, и при этом все другие показания делил, ну как минимум на пять. Вследствие чего и вышло, что позиция стороны, у которой были лишь ее собственные слова, а также слова ее сестры, являющиеся явно не беспристрастным свидетелем, эта позиция оказалась сильнее, чем целый вал контраргументов, множество свидетельских показаний и так далее и тому подобное. Но как же, черт возьми, так вышло и неужели суд куплен? Это один из, наверное, самых популярных и частых вопросов сейчас в комментариях. И знаете, здесь все очень и очень интересно, Потому что в отличие от наших судов, говорить о продажности лично судье Андрю Никола все-таки не приходится, но при этом далеко не факт, что его решение было беспристрастным и на него не влияли сторонние факторы. Скорее наоборот, послушайте хотя бы людей, которые изнутри знают, что там на самом деле происходило. Например, Алекс Макриди, главу отдела репутации и конфиденциальности лондонской юридической фирмы Vardax, который говорит, что процесс Джонни против Сан – это дело года или даже десятилетия, которое будет, безусловно, иметь колоссальное влияние не только на судьбы актера, его экс-жены или конгломерата NGN, но и на все британское общество ни много ни мало. Макриди предположила, что если победит Депп, это могло бы усилить восприятие Англии как благоприятной для истцов юрисдикции, в которой можно подать иск о клевете. Это может способствовать увеличению числа подобных судебных процессов, в чем сейчас никто не заинтересован. В то же время, в случае победы Сан, что, собственно, и произошло, это, по мнению юриста, вероятно, придаст смелость английской прессе, освещающей подобные вопросы и вообще покажет, что в данное время очень сложно противостоять СМИ. С учетом общемировых трендов на развенчивание звезд и, напротив, превозношение свободной прессы, данный исход куда более благоприятный как для британской Фемиды, так и для прогрессивных и активных, возьмем это в кавычки, слоев общества. То есть, по сути, Алекс практически открыто говорит о том, что вердикт в пользу Деппа был попросту не выгоден британской Фемидии, сильным этой страны. Примерно что-то похожее утверждает и Харриет Вистрич, основательница Центра женского правосудия, которая отметила, что тяжба между звездами совпала с довольно резким скачком семейных исков и проблем. Ну, вы знаете, особенно во время карантина во всем мире и Англия тут не исключение, была целая волна. У нас много опасений по поводу того, что происходит в семейных судах, сказала Харриет, а также уже неофициально добавила, что решение в пользу Деппа на данный момент в сложившихся обстоятельствах попросту невыгодно, ведь теоретически оно могло бы спровоцировать семейных агрессоров, тогда как вердикт против актера и уже не столь важно правомерно или нет, дает пример всем зачинщикам, что последствия неизбежны и в конечном итоге Фемида будет не на их стороне. В общем, чистая бюрократия и конъюнктура, под которую сам того не желая попал и Джонни Депп. И, наконец, Стивен Хефер, глава по вопросам СМИ и конфиденциальности в юридической фирме Коллер Бристоу, суд также сказал, что дело Деппа имело чрезвычайное значение для всей британской юриспруденции и судопроизводства, потому что в подобных случаях, как правило, ответчик, или говоря о Деппе, наоборот, истец, то есть он, подвергается ненависти, насмешкам и презрению. Это тем более актуально в эпоху после МИТУ и Таймзап, Депп отрицает обвинения и хочет очистить свою репутацию, и от того, что решит суд, зависит оценка подобных ситуаций в будущем. Что ж, ну а суд решил, что лучше перестраховаться. То есть, да, мы сейчас не рассматриваем вариант взятки или чего-то в этом роде, но многие очень авторитетные британские юристы, как мы имели возможность убедиться, все как один дают нам понять. На Эндрю Никола производилось давление иным путем, и в результате он решил, что так просто-напросто будет безопаснее, и в том числе безопаснее для его карьеры, наверное, тоже. Что ж, надеюсь, теперь вы более полно понимаете, что и почему произошло, и что британский суд, который принято считать чуть ли не одним из самых или самым авторитетным и беспристрастным в мире, на этот раз, скорее всего, подошел к делу не с точки зрения объективности, но с позиции целесообразности того или иного решения. И решение в пользу Сан и Эмбер показалось более выгодным в данной ситуации. Ну а что же Джонни, спросите вы? И действительно, потому что, увлекшись юридической казуистикой, мы как-то отвлеклись от главного, как теперь будет действовать Депп и что ждет его карьеру? И тут, конечно, ситуация очень и очень непростая, потому что, с одной стороны, источники, близкие к Warner Bros. еще вчера поспешили сообщить, что киногигант прямо сейчас рассматривает вариант, как бы максимально уменьшить теперь, после решения, роль Деппа и, соответственно, его Грин-де-Вальда в новых фантастических тварях. То есть, да, первые негативные плоды актер уже пожинает, ну а Warner, которые, как мы говорили еще на прошлой неделе, как бы стояли на одной ножке и ждали решения, чтобы самим решить, кто же им теперь меньше нужен Джонни в тварях или Эмбер во втором Аквамене, на данный момент определились. То есть, конечно, с большой долей вероятности, сейчас кинобоссы постараются сделать так, чтобы персонажа Деппа было как можно меньше в третьей части, и на этом сделают точку. Даже несмотря на то, что юристы актера уже готовят апелляцию, которая должна быть рассмотрена в течение ближайшего времени на предмет правомерности решения Эндрю Никола, но что-то мне подсказывают, что это вряд ли поможет, и британская эфемида все равно будет стоять на своем. Так что многие мировые ресурсы уже поспешили выйти с заголовками, мол, сторожила Голливуда ждет крах, и его карьера окончена. Примерно нечто похожее говорят, и, например, специалист по брендингу знаменитостей, Джит Эндер Сехди, в которой отметил, что, по его мнению, решение суда стало последним гвоздем в крышку гроба Джонни Деппа. При этом Мэтью Беллани, бывший главный редактор голливудского репортера, напротив считает, что данное решение не содержит ничего нового, и любой ущерб репутации Деппа уже был нанесен. Впрочем, прогнозы журналиста тоже не слишком радостные. Он сказал, что в Голливуде есть ощущение, что Джонни Депп испорченный бренд, и его доминирование в прокате 2000-х годов, пришел конец. Он всегда будет работать, если захочет, потому что он талантливый актер и сможет сниматься в фильмах поменьше, в которых он будет участвовать. Если один из них вдруг станет большим хитом, тогда и Депп сможет вернуться. Далее Мэтью Беллани привел в пример возрождение карьеры Роберта Дауни-младшего в «Железном человеке», сказав, что нечто похожее может ждать и Джонни. Но тут нужно добавить, что перед возрождением Дауни был не один год в полном забвении, так что сравнение это все равно не очень радует. В общем, сейчас есть очень много желающих поставить на Джонни Крест, но, как мне кажется, они все-таки спешат слишком преждевременно сделать громкое заявление. И не только потому, что с юридическими тяжбами все лишь начинается, но и потому, что главные – это зрители и поклонники Деппа совершенно не поменялись в своем мнении. И даже более того, еще активнее прямо сейчас поддерживают своего кумира, вновь подняв хэштег «Справедливость для Деппа» в мировые тренды, так что поддержка у актера более чем серьезная, и ни одна мировая студия не сможет с этим не считаться. Что же касается Эмбер, то здесь ситуация обратная, потому что даже Сан в их вчерашней статье написали, ссылаясь на свой источник, что и сама актриса, и любой, кто с ней работает и поддерживает ее, становится в данное время мишенью для интернет-сообщества. То есть Сан косвенно назвали свою главную соратницу изгоем и дали понять, что решение, принятое в Лондоне, ничего для нее в отношении со зрителями, по сути, не изменило. И вправду, потому что хоть киностудии на данное время, возможно, и вновь начнут раскрывать свои объятия для Хёрд, отношение в обществе к актрисе и любым ее будущим проектам не только не улучшилось, но и напротив, стало еще более ожесточенным, потому что миллионы людей сейчас чувствуют заангажированность и непрозрачность вердикта, принятого в Лондоне, и экстраполируют все эти негативные эмоции на данный счет, на ту, кто более других на виду в этом деле, конечно, на бывшую Деппа. Так что вот такие они дела, мы продолжаем следить за всеми обновлениями, поэтому призываю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы их не пропустить. Ну а прямо сейчас ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим видосом. Спасибо всем за просмотр и всем пока!